Я хотел задать такой вопрос, а кто у нас, есть ли такие в служении люди, которые первый раз у нас на богослужении? Неважно, вы верующий или неверующий человек, или вот только знакомитесь с христианством, есть ли такие люди? Вы поднимите руку, я хотел бы просто посмотреть. Есть, вот кто-то есть, а так уже в основном все были. Кто-то может стесняться поднять руку. Хорошо, я хотел бы коротко сказать о том, во что мы верим и почему мы здесь собрались. У нас даже написано вот так вот в уставе нашей церкви о том, что мы евангельские христиане и баптисты. И это такие непонятные слова. Христиане – единственное понятное слово из этого. Про баптистов не буду рассказывать, может быть, что-то вы про них знаете, но это в основном хорошие люди, я так скажу. А я обращу внимание на слово евангельские. Кто это такие евангельские христиане? И почему мы так очень важны и ценим, что даже в наше название написали слово евангельские, что мы евангельские христиане. Я не знаю, читали вы ли Библию или нет, но половина Библии называется Старый Завет, Ветхий Завет. А другая половина Библии называется Новый Завет. А посередине между ними знаете, с чего начинается Новый Завет? Он начинается с четырех евангелий. И это самый центр Библии. Это самое главное, что там есть. Вся остальная Библия, она вокруг Евангелия, она его объясняет. И если ты веришь во всю остальную Библию, но не веришь в Евангелие и не понимаешь, что это такое, зря живешь жизнь. Ну, я грубо говорю, но это так, зря живешь жизнь. В чем же состоит Евангелие? Коротко я просто перескажу то, что в принципе говорил первый брат, первый проповедник. Вы знаете, у нас много проблем в жизни происходит. Мы болеем, сидеем, умираем. Не то, что я молодой, я все это сознаю, и у меня то же самое происходит. Может быть, я даже Бог так сделает, что я могу уйти в вечность раньше, чем кто-то из старичков здесь сидит. Я не знаю. И это только одна из наших проблем. Посмотрите, мы враждуем друг другу. Мы даже люди, которые женятся и говорят, что друг друга очень любят, они все равно ссорятся друг с другом. Люди строят государство и хотят жить дружно, но все равно воюют друг с другом. И это тоже только часть наших проблем. Мы уничтожаем природу, и природа уничтожает нас. Ядерные взрывы, разные наводнения, катаклизмы и так далее. Это ужасно. И когда мы смотрим на весь этот мир, независимо от того, верующий ли вы, неверующий человек, вы просто, если вы честны с собой, вы когда-то скажете, что с этим миром что-то не так, и с нами что-то не так. И если даже есть что-то, что нами управляет, оно или какое-то очень хаотичное, или очень злое, что все вот так вот у нас не так. Так вот, Евангелие, это с греческого языка переводится как хорошая весть. Знаете, когда что-то хорошее в Римской империи происходило, говорили, Евангелие, это значит хорошая новость. Знаете, как новости, хватайте, расхватывайте. Например, родился наследник императора. Говорят, Евангелие, родился наследник императора. И вот наше Евангелие, что? Бог пришел починить этот мир, и он очень добрый. Бог не задумывал этот мир таким, какой мы его видим. Бог не задумывал нас такими, какими мы есть сейчас. Он не задумывал наши семьи, наши отношения такие, какие они получаются. Он сделал нас прекрасными, он сделал нас совершенными, он сделал нас безгрешными и поселил в идеальную землю. Но мы с вами, наши праотцы, Адам и Ева, они все нарушили. Они сделали грех. И грех, вот знаете, как вирус, как мутация, стал разрушать все, что Бог прекрасно сделал. Грех разрушил нашу связь с Богом, это в первую очередь. А после этой вертикали все горизонтальное тоже начало рушиться. Если нарушена связь с Богом, с нашим добрым Творцом, то нарушается связь с близкими людьми, нарушается связь с природой правильная. И написано, грех вошел в мир. И вот Евангелие, центр Библии, она говорит о том, что этот сам Бог, добрый Творец, который нас создал такими прекрасными, он пришел все починить и все наладить. И мы именно в это верим. И Бог пришел на землю, мы верим, что это был Иисус Христос. Это не просто философ, это не просто какой-то, знаете, религиозный лидер наравне с другими уважаемыми в мире религиозными лидерами. Знаете, там Кришна, Будда, там, не знаю, Мухаммед или еще кто-нибудь. Иисус Христос – это Бог, и мы в это верим. Это воплощенный Бог. Для того, чтобы ему спасти нас от греха, ему надо было стать человеком. Он не родился, знаете, он не начал существовать, когда его Дева Мария родила. Он всегда был. Он воплотился, он приобрел тело, чтобы прожить нашу человеческую жизнь. Абсолютно безгрешно, так как никто из нас не может. И он умер, потому что мы его распяли. Если вы думаете, что на земле происходит много трагедий, ни одна из них не идет в сравнении с той трагедией, которая произошла в нашем мире. Только одна единственная, самая кошмарная трагедия, что мы, люди, распяли самое совершенное, что было у нас на земле – Сын Божий. Вот это мы и празднуем сегодня. Не то, что мы распяли, а то, что из этого получилось. Бог специально допустил нам его распять таким образом, чтобы эта невинная смерть единственного совершенного человека на земле – Иисуса Христа. Она была жертвой и расплатой за все грехи человечества. Вот в этом есть хорошая новость. И теперь каждый человек, который просит прощения у Иисуса Христа, который обращается к Иисусу Христу, он может получить прощение грехов, он может получить новое нутро, новое сердце. Потому что все зло, оно не извне. Вы, может быть, вините в своих проблемах президента или каких-то родителей, которые вас не так воспитали, не на том уровне социальном вас поставили. Нет, 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 не в этом проблема. Проблема в нашем сердце, оно греховное, оно одержимо злом. Именно это зло, операцию на сердце делает Иисус Христос. Он злое сердце делает добрым, когда мы к нему приходим. Проблема греха в том, что мы очень любим себя. И из-за этого, чтобы насладить себя, утолить себя, мы делаем грехи. Нам не нужен разврат, который мы делаем, но нам нравится удовольствие, которое он нам приносит. Это эгоистично. Нам не нравится врать, но нам нравится защищать престиж, чтобы о нас плохо не подумали. И из-за этого мы допускаем вранье. Все грехи, они вокруг эгоизма. И Христос, он берет и говорит, нет, ты забыл, кто был центром твоей жизни, когда я тебя создал. Центром твоей жизни был я, добрый твой Бог, и отец, и творец. Вернись к отцу, заблудший сын. Жизнь не крутится вокруг тебя. И когда человек переносит весь свой центр жизни с себя на Христа, на Бога, тогда его жизнь преображается, она меняется. Он начинает улыбаться, он начинает быть способным, любить. Он чувствует себя прощенным, принятым. Ему не нужен больше грех, чтобы утолять свои похоти, потому что теперь он служит Иисусу Христу. Он радостный. Сам грех по себе нам не нужен, нам нужно то удовольствие. А теперь это удовольствие, оно в Иисусе Христе. Тогда и грех не нужен. И чем больше человек это осознает, тем более святым он становится. Сначала он становится святым как бы авансом. Христос говорит, я тебя прощаю, и ты для меня как святой. Но чем больше человек это осознает, тем более святым он становится фактически, по факту. Чем больше он избавляется от этих грехов. Знаете, одно дело человека, если всю жизнь был рабом, его вывести из рабства и дать ему свободу. Как вы думаете, он сразу будет вести себя как свободный? Нет, не сразу. Рабство в его голове. И пока оно выветрится оттуда. Мало дать ему юридическую свободу, права. Пока выветрится менталитет раба. И это пройдет долгие годы. Вот это путь христианина. Христос говорит, ты теперь свободен от греха? Ты теперь свободен от смерти? Свободен от зла? Но пока мы это осознаем, пройдут годы. Пройдут годы, пока мы научимся вести себя как христиане. Поэтому если вы видите христиан и думаете, что вы самые святые. Нет, мы не самые святые, мы только учимся. Но мы верим, что мы прощены Богом. Мы приняты им. Это и есть хорошая новость. Это и есть Евангелие, в которое мы верим. Вот поэтому евангельские христиане. И поэтому, конечно же, центр вот этой вечери – это тот самый великий подвиг, который сделал для нас лучший из людей. Это Иисус Христос. Он равно как Сын Божий, равно так и Сын Человеческий, он так себя называл. Он на 100% Бог, на 100% человек. Он такой святой был, потому что он родился не так, как мы. Он родился от девушки. А его отцом был сам Бог. Непорочное зачатие. Он таким образом и прожил всю жизнь. Именно поэтому он и справился с этой миссией, и никто другой с ней не справится. Вот это Евангелие, которое мы празднуем. Несколько недель назад или пару месяцев назад я говорил проповедь на тему «Евангелие как центр жизни». Я подробно объяснял, в чем состоит сущность Евангелия, как оно меняет нас. Что человек, который понимает Евангелие, понимает эти простые факты, которые значат для нас очень много. У него меняется все. Я рассказывал, как у него меняется природа его, как у него меняется мотивация жизни. Что он теперь, знаете, не выслуживается перед Богом, перед которым он постоянно себя чувствует виновным. Он не делает добрые дела, чтобы Бог на него обратил внимание. Потому что он понимает, что он все равно грешен. Но он, наоборот, делает добрые дела, потому что Бог уже его спас. Вы понимаете разницу? То есть Евангелие меняет причину наших добрых дел. Одно дело, человек делает добрые дела, чтобы заслужить спасение. Другое дело, человек делает добрые дела, потому что он уже спасен. Это совершенно разные люди, это совершенно разные дела. Одно дело эгоистичное, чтобы заслужить себе что-то. Другое дело альтруистичное, потому что он уже спасен, он готов отдавать. Ты можешь по-настоящему любить, тогда как только ты понял, что ты любим, но никогда ты любишь для того, чтобы показаться таким любимым и заслужить любовь других к себе, как будто ты такой молодец. Вы чувствуете разницу? Евангелие, оно делает тебя принятым. А когда ты чувствуешь себя принятым Богом и веришь в это, и твердо в этом уверен, меняется твоя природа, меняется твоя мотивация, меняются отношения с людьми, все меняется. И сегодня я хотел более продолжительно, конечно, сказать, но теперь уже сколько успели, о том, какие есть крайности, крайности в том, или какие вот есть такие взгляды в мире, их два, которые воюют с Евангелием. Какие есть два ложных пути спасения, через которые обычно идут люди. Обычно людей делят на спасенных и неспасенные. Вот есть истиноверующие, а есть там все остальные. Но не стал бы я так делить. И мы видим, что Писание так не делит. Мы видим, что есть два способа заблуждаться. И они два одинаково опасных. Их, может быть, я вам ничего, кстати, нового не расскажу. Большинство зрелых христиан это знает. Я просто напомню, потому что у нас сегодня вечеря, и нам нужно вспомнить, они принадлежили к одной из этих крайностей. Одна называется законничество, а другая называется вседозволенность. Или по-другому назвать беззаконие. Законничество и беззаконие. Независимо от того, верите вы Христа или нет, вы можете по жизни встретить людей, которые то в одной крайности, то в другой. Я даже себе составил такой небольшой список, ну, таких, знаете, внешних признаков, как этих людей можно отличить. Люди, которые живут в крайности вседозволенности, или я бы сказал, беззаконие, распущенности, или я бы сказал, безрелигиозности вообще. Они же во что-то верят тоже. Они же во что-то верят. Знаете, во что они больше всего верят? Они верят в себя. И это сегодня такие модные лозунги. Знаете, Бог внутри меня и вокруг. Не надо мне говорить про кого-то там космического Бога. Не надо говорить мне про Христа, который пришел. Не надо. Бог внутри меня, я чувствую, я с ним на связи и все прочее. Или надо принимать себя таким, какой я есть. Вы слышали такие вещи? Или я один слышал? Мне кажется, это сегодня очень популярно, очень модно. И сегодня большинство людей, особенно молодежь, она вот туда куда-то. Или, например, надо любить себя, и если дела идут хорошо, то зачем что-то усложнять? Зачем что-то менять в жизни? Зачем над чем-то трудиться, если в принципе и так все хорошо? Такой гедонизм. Также, знаете, вот эта вседозволенность, вот эта распущенность, она лезет и в христианский мир. И внутри христианства можно быть в этой крайности вседозволенности. Как можно узнать христиан, которые находятся в этой борьбе против истинного христианства, против Евангелия? В крайности вседозволенности. Они, знаете, такие вот признаки есть. Христос понимает наши слабости. Поэтому не нужно быть излишне строгим к себе. Я христиан, Господь меня принял таким, какой я есть. Если Христос меня сам принял таким, какой есть, почему вы меня не принимаете таким, какой есть? И позволяют себе всякое, всякое, всякое. Думают, что вообще я христианин или нет? Не надо осуждать меня, говорит он церкви, кто-нибудь, да? Если меня не осуждает моя совесть. Я в совести с Богом на связи, со Христом. И что же меня осуждает, если меня совесть не осуждает? Я живу по совести. Кажется, я принимал это крещение, я обещал добрую совесть, она меня не осуждает. Это вся та же крайность. И другие, я уже не буду говорить. Как узнать другую крайность? Как она выделяется? Законничество, религиозность, такая настырная ортодоксия. Или вы знаете, такая, ну ладно, не буду говорить другие слова. Законничество, назовем так. Люди, которые не верующие даже во Христа, они принадлежат часто к этой крайности, к этому мировоззрению. Как их можно узнать? Это люди такого примерно мировоззрения, которые говорят так. Люди слабые и ничтожные. И нужно очень много работать над собой, чтобы что-то стоить. И тот, кто не работает над собой, этот дешевый человек, он мало чего стоит. Знаете, такие люди, ударники, которые очень хорошо работают над собой, знают себе цену, а других отгораживают. И говорят, надо делать много добрых дел, чтобы рассчитывать на благополучие на земле. Или если они верят в какой-то послесмерти, реинкарнацию, говорят, надо делать добрые дела, чтобы они перевесили наши плохие дела. Это законники. Или, знаете, если дела у людей идут плохо, то им надо работать над собой. А если идут плохо, они сами виноваты. Такая, знаете, категоричность. Спасение – это очень сложная вещь, над которой надо прилагать очень много усилий. И только тогда, если Вселенная соблаговолит тебе, ты что-то заслужишь. Я встречаю таких людей, не знаю, вы тоже встречали таких людей, которые вот в этой крайности, не то чтобы познать себя, принять себя, а которые постоянно работают, знают, над чем им работать, такие вот собранные, вроде как молодцы, но на самом деле за этим кроется большой эгоизм. Из законничества в сфере христианства тоже можно узнать, оно тоже туда попадает. Его можно узнать, таких христиан, знаете, как «Я заслуживаю спасения, потому что я делаю все, что говорит Христос». Вроде звучит правильно. «Я заслуживаю спасения, я реально делаю то, что говорит Христос?» «Я даже делаю больше многих, я и в служении участвую». Помните, как фарисеи говорили? Мы говорили, я даже даю десятину с тмина. Тмина – это маленькие-маленькие зернышки, которые он каждое десятое считает и в сокровищество кладет. Какой молодец! И молится об этом в храме. «Господи, я не такой, как прочие люди». Удивительно. Или, например, такие фразы. Когда у меня не получается делать Божие повеления, я чувствую себя неспасенным. И ищу способы, скорее, это исправить. То есть, что-то не получилось, все, Бог меня не принимает. Надо что-то исправлять. Я должен срочно что-то сделать. Звучит вроде правильно, надо исправлять. Но ты можешь исправить свое сердце или нет? Кто тебя исправляет? Христос или ты сам себя исправляешь? Это уже забегай наперед. Или, о горе духовным младенцам, которые не так старательны и тщательны в своем христианстве. Эти люди часто других окрещивают, как духовные младенцы. Они еще не так понимают Писание. Они еще не так поняли, как надо правильно выглядеть и так далее. Или такое, например, ощущение. Если я прожил день правильно, я чувствую, что мою молитву Бог слышит. А если я прожил день неправильно, то Бог как будто бы меня не слышит. Вот такое ощущение. Как вы думаете, слышит ли Бог человека вообще на основании его дела? Вообще, у него есть причина нас слушать. Помните, почему Христос сказал, Бог будет нас слушать, если вы будете просить во имя мое, а не потому, как вы прожили день? Но люди думают, что если я что-то сделал правильно, как бы, знаете, галочки поставил. Господь, конечно, больше улыбается мне. А если я что-то сделал неправильно, я ему вообще не нужен. Знаете, лучше в эту комнату с папой не заходить и пройти так, чтобы он меня не видел, и уснуть. Но такое ощущение человека, что от него очень много чего зависит. Я так сформулировал, знаете, что отличает людей, которые находятся в первой крайности, вседозволенность или такая безрелигиозность. Я бы так сказал, беззаконие. Это все, конечно, я говорю, знаете, про людей абстрактных. А вообще-то я говорю про себя. Как надо себя проверить? Вот есть ли эти признаки ко мне? Я их попытался сформулировать на основании Писания. Я уже не буду зачитывать тексты Писания, которые лежат в основании этих признаков. Ну, просто такие, знаете, общие признаки. Я внешне так нарисовал немножко. Теперь внутренние вот эти признаки, которых можно нащупать. На что я уповаю? На себя? На свои дела? Или все-таки я хочу погрузить себя в Евангелие? Во Христа? Люди, которые отличаются крайностью вседозволенности, безрелигиозности, у них есть такие признаки. Для них все относительно. Они верят в релятивизм. Все относительно. Каждому правильно свое. Людей таких в мире полно. То есть каждый сам себя определяет свою правду. Правда у каждого своя. Нет одной правды. Или выраженный у этих людей акцент на себе, самоощущение, очень яркая такая индивидуалистичность. Индивид – это высшая ценность. И вообще такие сентиментальные лозунги. Например, каждому можно то, что не вредит другому. Это неправда, это не библейская истина. Нельзя даже то, что не вредит другому, а Бог сказал нельзя. А ты говоришь, если это не вредит другому, можно. Ложь. Или, например, каждый должен принять себя таким, какой он есть. У каждого свой путь познания истины. Ложь. Одна только истина. Это Иисус Христос сказал, нет другого пути к Отцу, как только через меня. А вы говорите, что такие люди говорят, что у каждого свой путь познания. Надо уважать других. Да, уважать-то надо. Но говорить этим людям правду о том, что это их не спасет, тоже надо. Или, знаете, отрицание любой универсальной внешней атрибутики, внешнего выражения, внешних практик. Они говорят, каждый выражает себя так внешне, как он чувствует. И не надо судить по внешности. Тоже отличительные люди. Это люди неверующие, в основном так говорят, просто которые в такой крайности находятся. Им не нравится что-то, то, что делают все, и то, что принято. Они хотят выделиться. Даже если все будут делать так, они найдут способ сделать не так. Даже если такой человек придет в церковь, и все встали на колени, помолились. Вот такая практика у нас, Богопочтение, встать на колени. А я посижу. Просто, а что мне, кто меня заставляет сесть? Я сидя помолюсь Богу. Такая просто, вот я так хочу. Понимаете? А внутри христианства, знаете, это выделяется чем? Подстраивают ли такие люди Бога под свои мерки дозволенного? Вот у него есть свои мерки, свои представления о том, что правильно, что неправильно. И он пытается натягивать Библию под свои представления. И находить в Библии, помните, как Петр когда-то говорит, будь милостив к себе. Помните, Христос, что ему ответил? Отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое? Искушаешь. Это очень правильный слава. Будь милостив к себе. И вот можно находить такие цитаты. Помните, как дьявол искушал? Писанием искушал Христа. Он говорит, что тебя поддерживают, понесут, крылья на крыльях, ангелы и все прочее. И Писание они подстраивают по своей похоти. Эти люди делают акцент на чувственное восприятие Бога и веры. Им очень важно, как они себя чувствуют. И не нарушает ли это мое эмоциональное состояние и ощущение в церкви? Вот этот брат-проповедник. Или требование членского собрания. Или вот еще как-то. Мне очень важно, как я себя чувствую. Что я не нашел там атмосферы нужной. Поэтому пойду поищу другую церковь. Или отказ от системного подхода к толкованию Библии. Они говорят, каждый имеет право толковать так, как ему откроется. А тогда, когда братья вместе садятся в церковь, рассуждают по Писанию. Не-не-не, не надо никаких систем. Вот Библия открывается каждому. Они вообще плохо относятся к систематическому богословию, что есть какие-то истины прописные, есть истины основные, уже найденные, которые надо просто признать. Или болезненное очень восприятие каких-то общих практик, подходов и норм. Вот если принято так, уложилось, оно может быть в Писании не прописано, просто так принято. И вроде неплохо. Например, мы в конце собрания передаем приветы. Ну, вообще в Писании не написано тогда передавать привет. Ну, такая немножко, ну, вроде как из Советского Союза такая идет практика с разных мест передать приветы. Наверное, новенькому человеку сложно будет понять, о чем мы привет-то передаем. Привет, и все хором говорят. Принимаем, и все хором. Про, а зачем хором говорить? Ну, традиция такая сложилась. Ну, вот, наверное, человеку, который очень в крайности это относится, что не надо мне указывать, как делать. Не надо, вот, я очень, ну, я себя, может быть, чувствую себя как в секте какой-то, когда мне заставляют что-то хором говорить. Но вот они очень болезненно относятся к тому, что, ну, что-то просто принято. Ну, просто сделай со всеми. Нет, я постою, я, наверное, выйду уже, пойду пообеду или еще что-нибудь. Болезненное такое ощущение. К внешнему виду какие-то требования, например, да? Просто так принято, действительно так не прописано в Библии. Ну, сделай ты просто, чтобы, ну, просто из любви братьям и сестрам, что им так будет, ну, какое-то лицо, свои традиции, комфортно так и так далее. Или спеть. Не, надо выделиться. Я очень болезненно отношусь, когда нарушает мое личное пространство. Или вольное толкование и применение ценности такой свободы во Христе. Эти люди очень любят все тексты про свободу во Христе. И направо-налево раскидываются словом «свобода». Свобода, свобода. К свободе вы призваны братья. Истинно будете свободны и так далее. Сами не разумеют, что такое свобода, потому что у свободы есть как минимум три разных философских понятия. И потому что эти тексты толковать надо очень аккуратно. Не, не, не. Они очень их любят. Или очень широкий диапазон признания всех верующих как истинных. Знаете, это называется икумение. Когда, зачем нам различия какие-то догматические? Все, кто признают Христа, все мои братья и сестры. Вы знаете, не все. Потому что все христиан, написано, ангелы просеют и отделят овец от козлов. Среди христиан есть, по-библейски говоря, козлы, которые не попадут в Царствие Небесное. Это не истинные христиане. Но это библейский язык. Это не истинные лже-христиане, которых ты не должен признавать христиане. Вы знаете, что сегодня, например, какие-то даже нам родственные баптистские динаминации, сочитывают гей-браки или там рукополагают женщины, например, то, что явно прописано в Писании. Говорят, не, не, не надо, не надо эти различия находить. Мы просто общие. Я могу ходить в ту церковь, в ту, если там вот такая комфортная среда, я там тоже признаю Христа, это мои братья и сестры. Знаете, звучит так очень позитивно. Но в этом ложь заложена. Это люди, которые находятся в этой крайности. Я бы назвал еще другие отличительные черты законничества. Я бы их перечислил, понимаю, и надо уже какой-то итог подводить. Ну, хотя бы перечислить. Люди, которые находятся, вот какие признаки есть по жизни и внутри христианства, в практике такого законничества, системности, религиозности, вот у них такие есть признаки. Это уверенность, настойчивость, агрессивность и непримиримость в утверждении своей правоты. У этих людей, знаете, если у тех все абсолютно, ой, все относительно, у каждого правда своя, то у этих все абсолютно. Это абсолютно так. Если он заявляет, скорее всего, это абсолютно истина, которая всем должна, все-таки должны подчиняться ей. Такое безаполиционное утверждение, что большинство его убеждений, они универсальны для всех. Или, например, такая, знаете, очень у этих людей часто четкая, очень выверенная система внешних атрибутов, внешних показателей своих убеждений. Они говорят, я верю, что это так и надо, поэтому я привык, чтобы у меня было 5 того, там 10 того, вот так вот делать. И кто так не делает, кто не соответствует этим требованиям, он просто не признает эти убеждения. Очень четкая система, как все надо делать, знаете, расписана по часам. Как ему надо день провести, как ему надо поработать, как ему бизнес надо вести. Эти, очень много добродетелей у этой крайности, конечно, эти люди часто очень успешные. Это и в бизнесе такой есть подход. Знаете, есть такие более горизонтальные компании, где вот такое вот больше открытое пространство, какое-то там, знаете, там стартапы, молодые компании, а есть такие иерархичные компании, где шаг вправо, шаг влево, тебя выкинут из компании, потому что это решает тот, Это решает четкая система. Или у этих людей часто ярко выраженная приверженность к любого рода системам, регулирующим поведение людей. Любого рода. Будь это бизнес-система, будь это религиозная система, им нравится система. Человек вот такой, система вот такая. У тех все наоборот, помните? Человек вот такой, а все системы, если не служат моему благу, грошатся на этим системам. А тут все наоборот. Система вот такая, а человек вот такой. И неважно, что там человек считает, если система так решила, будет так. Или у этих людей часто категоричные очень лозунги. У тех такие сентиментальные лозунги, каждый должен принимать себя, а у этих очень категоричные, очень. Они говорят, все, кто не принимают то-то, заслуживают то-то. Такие обороты, это вот у людей, которые в этой крайности находятся. Или если не делать так-то, обязательно получится так-то. Будьте уверены, что таким людям Бог специально допустит исключение даже из законов физики, что обязательно не получится так-то, как они хотят, для того, чтобы их немножко гордость сдуть, понимаете? Потому что эти люди очень уверены в своей системе, в своей правоте, в своем мировоззрении. Но самое правильное, они еще работают над собой. Они со дна поднимались и сами себя делали. Это даже не обязательно быть верующим, чтобы быть таким человеком. Я думаю, вы все знакомы с такими людьми. И находите, может быть, такие качества в себе. Я в себе тоже нахожу такие качества. А внутри христианства, знаете, как это выглядит? Это подстраивание других людей под свое понимание божественных истин. Если те помните, божественные истины под свое понимание подстраивают, чтобы оправдать свои грехи. А эти наоборот. Они единственно правильно понимают Писание. И все другие также должны понимать. И другого мнения быть не может. Все абсолютно. Или это люди делают большой акцент в христианстве на внешнее восприятие Бога и веры. Те делают акцент на чувства. А эти делают акцент на внешность. Очень им важно, как кто выглядит. Очень важно, как кто прошел, спел, там, не знаю, еще что-то сделал. Выставил какой-то там в соцсети или повел себя. И он очень сразу это толкует. Очень быстро он говорит. Это плотской, это младенец духовный, это еще какой-то. У этих людей часто есть такой отказ от интуитивного, неквалифицированного изучения Библии. Они часто говорят так. Братья лучше знают, как этот текст толковать. Наши отцы всегда толковали это так. А какой-то новый взгляд. Просто к тому, что брат никакой не образованный, не квалифицированный. Он так понял это Писание. Они не признают. Те, помните, наоборот, не признают системы богословские. Вообще не хотят учиться богословия. С братьями вообще разбирать Библию. А эти, наоборот, только с братьями. А что-то новое не хотят слушать. Потому что уже сложилась система толкования. Помните, такие люди не распознали и не истолковали фарисея. Приход Христа. Он не соответствовал тому, как они себе представляли Мессию. Сам Христос им говорит. Вот тексты Писания, которые на меня указывают. Они как слепые, не видят этого. Потому что есть четкая система, как должен выглядеть Мессия. Что он должен сделать. Откуда прийти, как родиться и как им руку подать. Он этого всего не сделал. Потому что они все это время, оказывается, неправильно толковали Писание. Оказывается, простые рыбаки лучше в богословии разобрались, чем первосвященники. Удивительно. Или эти люди, знаете, они часто очень болезненно воспринимают разные внешние практики, подходы и нормы. Первые очень болезненно воспринимают какие-то общие практики и нормы, общие традиции. Там, где все должны делать одинаково. А эти наоборот. Очень болезненно воспринимают тогда, когда разные практики. У одной церкви так, у другой церкви не так. Нет, у той церкви должно быть так, как у нас. Или если я так привык делать, то в церкви надо утверждать, чтобы все так делали. Если я начинаю проповедь, не знаю, во столько-то и заканчиваю так-то, ну вот все так должны делать. Сначала тезис, потом пример, потом еще что-то. Кто не так проповедует, надо его учить. Или еще что-нибудь такое. То есть всех под одну гребенку. У тех все наоборот, помните? Им наоборот нравится, чтобы было больше разнообразия. И они такие вот ищут себя такое вот в комфортную ситуацию. А эти наоборот. Все должны быть одинаковые. И вы только попробуйте сделать по-другому. Или последний такой признак. Они очень ощущают свое исключительное причастие к привилегированному меньшинству, которые истинно верующие. Помните, у тех и кумения. Все им братья и сестры. А эти нет. Мне мало кто брат и сестра. Но мы вот в своей кучке очень хорошо знаем истину. И только мы спасемся. А остальные, они не такие, как мы. Я не знаю. Вот я говорю это все. Я вот у кого-то нахожу отклик в глазах. Кто-то, может, просто устал. А кому-то, может быть, речь моя слишком быстрая. Ну, потому что я тороплюсь. И не понимает. Но я думаю, что большинство из вас, если хоть кто-то так пытался какие-то признаки услышать, вы по-любому встречали. И такие церкви, хоть в одной крайности, хоть в другой. И таких людей. И если мы дальше пойдем, и в самом себе вы видели, то такие крайности, то другие крайности. Правильно? Я думаю, что мы еще это обсудим после проповеди. Но вот интересно, так замечено, что в восточном полушарии, наша земля, два полушария, восточная и западная. Вот в восточном полушарии больше доминирует крайность законничества. А в западном полушарии, это и в светском мире, и в христианстве доминирует крайность беззакония, вседозволенности. Это даже, посмотрите, в государствах видно. Вот у нас в восточном полушарии, у нас страна тоже в восточном полушарии, кусочек только в западное попадает. У нас получается так. Государство, ну, народ для государства. А там в Западе как? Государство для народа. Если эта система не служит, если этот человек не служит благую систему, пусть он переезжает. А там наоборот. Если эта система не служит благу человека, то грошится на этой системе. Там все наоборот строится. Тут высшая ценность – это системы, государство, семья, строй. А там высшая ценность – это что? Индивид, личность, его права, потребности, гражданина, свобода и все так далее. И вот эта разница, даже просто политическая, она, конечно, в церкви проникает. Поэтому там церквей больше, как мы говорим. Либералы. Хотя это другое слово, так не надо обзываться. Либералы – это совсем другое значение, не то, что говорят обычно. Но там церкви, которые больше чаще во вседозволенность уходят. Которые вот такие экуменические, такие, знаете, елейные, притерные такие, но грешат и не замечают даже. Удивительно, при этом хорошие очень лозунги. А здесь в восточном полушарии зато совсем другие церкви. В одном городе может быть столько церквей, одного братства, и все друг друга говорят, что те неправильно, и те неправильно говорят. И не поймешь, где правильно. Но это вот так вот отличается. Интересно, помните, как это не новая ситуация. Потому что помните, как в деянии апостолов, когда только-только вот Христос вознесся, да? Ученики распространяют. И помните, евреи обратились ко Христу. И кто потом стали обращаться ко Христу? Язычники. Как вы думаете, кто к какой крайности больше тяготел? Евреи куда? Во вседозволенность или в законничество? Конечно, в законничество. А язычники куда? Во вседозволенность. Они всю жизнь жили, как хотели, по пахотям своим. Они приходят, церковь, Христос меня простил, все хорошо, никакого закона не надо, ест там немытыми руками и пошел все. Понимаете, такой конфликт. И в каждом послании церкви апостол Павел постоянно говорит. И не то, и не другое. А что? Только Христос. Только Христос. Только Евангелие. Еврей, тебя не спасут твои дела и законы. Язычник. Если ты думаешь, что Христос тебя спас, но ты продолжаешь грешить, ты теряешь свое спасение. Ты просто обманул себя, что Христос тебя спас. Если ты так небрежно относишься ко грехам. И он пытается примирить их и говорит, что Христос, он разрушил преграду, разрушил пропасти между язычниками и время. И это, понимаете, эта проблема, она идет через все христианство. И христиане друг друга ругают сколько? Уже тысячелетия проходит. Потом и, помните, западная и восточная церковь, которые стали католической и православной. Те же самые проблемы. Те же самые. Потом сколько братств в церкви образуется. А проблема все та же. Эти люди тяготят оправдывать себя и находить ценность в самом себе. А эти с чем-то вне себя, но и не в истине, а в каких-то делах. Но и не те, и не другие не во Христе. Представляете себе? Эти делают, что у каждого истина своя. А эти говорят, чтобы к истине дойти, истину только мы знаем. Нужно вот такие вот пунктики выполнить. И вот эти и заблуждаются. И вот эти. Мы читаем Евангелие, помните, сплошь и рядом за Христом ходят и те, и другие. Ходят как неверующие грешники, которым вообще закон Моисеев не писан и все прочее. В то же время ходят такие же неверующие, но религиозные фарисеи. И в итоге не те и не спаслись, не эти, а кто спаслись, помните? Мэтари, блудницы, грешники, рыбаки, они гораздо проще, быстрее пришли и поняли суть Евангелия. И образовали вот команду апостолов и распространяли христианство, чем и те, и другие, которые распяли Христа. Удивительно. Я не буду дальше продолжать. Я просто закончу пока на такой мысли. Вообще центральная мысль о том, как Евангелие, как внутри себя побеждать и те, и другие крайности. Я заметил по себе, что в тех вещах, в тех сферах жизни, где у меня что-то лучше стало получаться, вообще, в принципе, ну или в работе, или в учебе, там я в этих сферах тяготею куда? В законничество. Я уже начинаю других учить, как надо. И не признаваюсь. А там, где я новичок, у меня еще ничего не получается. Обычно я куда тяготею? Во вседозволенность. Да, давайте закроемся глаза на ошибки. Давайте, братья, сестры, все прочее. И в церковной сфере я то же самое. В каких-то сферах я в одну сторону, в каких-то сферах в другую. Ну, я просто закончу на вот такой мысли, что мне понравилось, как один проповедник сказал, он говорит, как Христос был распят посреди двух разбойников, посреди двух крестов, так и пусть Евангелие, оно стоит посреди этих двух одинаково злых, одинаково неуспешных, одинаково заблудших, одинаково неправильных моделях жизни, законничества и вседозволенности. Вот пусть эта картина, вот как три креста, вот так же Адлян Злес будет. И такой небольшой тест я хотел предложить о том, что как проверить себя, куда, в какую крайность. Эти две крайности, я говорю, они одинаково опасны. Почему они одинаково опасны? Потому что каждый из них уводит от Христа. А в какую ты сторону от Христа уйдешь, неважно, ты погибнешь, только Христос спасает. И чтобы нам понимать, что эти две крайности одинаково надо ругать, а не просто востоку ругать запад и западных баптистов, а баптистам западным ругать восток. Нет, надо ругать обе крайности, потому что они внутри нас, внутри сердца. Как себя проверить? Знаете, как себя проверить? Проверьте себя, вот какую опасность вы в церкви больше всего видите? Вседозволенности или законничества? Про нашу церковь, как вы видите, она скорее туда или сюда? Ругаете по жизни, вы больше ту крайность или другую? Так вот, смотрите, вот какую крайность вы ругаете и видите в ней больше всего опасности, скорее всего вы тяготеете просто к обратной, потому что вы бы не ругали. Потому что Евангелие, оно смиряет, оно смиряет, там вообще ничего от себя не остается. Этот христиан не будет осуждать других, он будет о себе рассуждать, он будет смиряться, он будет Христа проповедовать, понимаете? А не одну или другую крайность. Если вы ругаете крайность больше законничества, может быть, вы туда уже уклонились, во вседозволенность. Проверьте себя просто на этом градуснике, потому что наше сердце, оно постоянно уходит от Христа, и неважно куда, в какую сторону, оно от Христа уходит. Единственное, что нам нужно, это Христос, Евангелие, хорошая новость, что Христос нас спас. Я повторю, помните, как мы сформулировали себе самую главную идею Евангелия. Христос понес на себе то, что заслужил я, для того, чтобы то, что заслужил Христос, принадлежало мне. Вот это идея замены, обмена моей греховности на его праведность. Какие у меня дела, какие у меня заслуги? Я настолько грешен, и поэтому я не могу ни на свои дела опираться, ни на дела, я только на Христа. А в итоге, на каком основании я имею принятие, праведность, прощение? Да не на себе, на Христе, потому что он пострадал за меня. И все, что заслужил он, теперь принадлежит мне, потому что он так решил поменяться со мной местами. Если это я веру принимаю, на меня это распространяется. Вот, поэтому мы когда-то, может быть, продолжим эти рассуждения. Но на этом этапе я хотел бы просто завершить таким умышленно-медленным прочтением первых десяти стихов пятой главы Римлянам. Где Павел в первых четырех главах ругает евреев, ругает язычников, а в пятой он их пытается выстроить Евангелие. Давайте прочитаем пятая глава с первого по десятый стих. Пятая глава Римлянам. «Итак, оправдавшись чем? Не делами. Верою мы имеем, уже имеем, не должны заслужить, а уже имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся чем? Надеждой и славой Божией. Хвалимся не делами, хвалимся не собою. И дальше «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорбей происходит терпение, от терпения, опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве что за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И не тогда даже, когда мы это поняли, не тогда даже, когда мы пришли в церковь и попросили прощения. Он совершил наше спасение и прощение даже тогда, когда мы этого еще ничего не поняли. Помните, как Он молился? «Прости их, не зная, что творят, не на основании наших дел нас спасает. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся и жизнью Его». Здесь, конечно, хочется сказать только аминь. И, может быть, в конце такую цитату зачитаю еще. «Сила Евангелия действует двумя путями. Сначала она говорит, то есть Евангелие говорит, «Я более грешен и порочен, чем смею себе вообразить». Но вслед за этим звучит и следующее утверждение. «Я более любим Богом, чем смею даже надеяться». Первое утверждение вытесняет вседозволенность, а второе утверждение предотвращает законничество. Когда мы одинаково понимаем, насколько я греховен, что во мне нет ничего святого, хорошего, кроме образа Бога, которого Он спасает. И насколько прекрасен Христос, насколько Он нас возлюбил, что Он нас простил еще до того, как мы даже попросили прощения. И нам вменяется это прощение тогда, когда мы его начинаем реализовывать верою. Аминь. Помолимся.